Намаскар! Одна из самых важных тем сегодня. Тема эволюции. И тема эволюции на пути. О духовном пути, о начале духовного пути. Считается, что человек в своём самом первом рождении является материалистом. То есть когда мы из низших форм эволюционируем и обретаем человеческую форму. Ну там, вчера ты был в форме животного, сегодня ты рождаешься человеком. Писания говорят так, что «джанмана джайате шудра». Да. То есть с самого начала человек – это шудра. То есть человек с материалистическим менталитетом. И имеется в виду, менталитет материалистический – это не значит, что идеологический он материалист. Он может верить во что угодно. Он может верить в Бога, например, такой материалист. Он может не верить в Бога. Бывают материалисты, которые не верят в Бога идеологически. По своей идее он материалист. Но по своей психологии, по своему сущности, он духовный человек. Он хочет служить человечеству, он хочет развиваться, он ищет наслаждения в эстетике и так далее. То есть его никак нельзя назвать материалистом по своей сущности. По своей идеологии, вероисповеданию, убеждениям он материалист может быть. Но по факту он духовный человек. И наоборот, то есть человек может быть, он может быть и даже верить в существование высшего чего-то, но при этом весь его инстинкций, его эмоции, они нацелены на материальное наслаждение. И кроме этого, ему ничего не нужно, его не интересует ничего. Вот такой человек, который сосредоточен исключительно на материальное наслаждение, называется шудра. Это как, когда мы родились в этом мире, мы думаем, я существую, только я существую. То есть этот мир, это моя игровая площадка. Это всё для меня, для моих удовольствий. Ты не чувствуешь, что оно всё живое. У тебя нету связи, у тебя нету единства. Ты упускаешь это состояние единства. Я, только я, и всё для меня. Вот это вот джанвана, джаятэй, шудра. С самого рождения, с первого рождения человеческого, каждый является шудрой. Ну и, конечно, ребёнок тоже, когда он рождается, пока он взрослеет, он тоже материалист. То есть у ребёнка тоже, у него нету каких-то духовных там устремлений. Ему нужна безопасность, нужна еда и так далее, и так далее. Но со временем, в зависимости от его опыта прошлого, в нём просыпается духовная жажда в ребёнке. Либо, если у него прошлого опыта нету такого, не просыпается духовная жажда. И он остаётся вот на уровне таком материалистическом. Так вот, джанманаджа этой шудра, самскарат, двиджа, учяты. Проходя через обновления, он становится двиджей, дважды рожденным. Он уже не один раз родился в человеческом теле, а два. Но на самом деле гораздо больше раз. Самскарат, двиджа, учяты. Что это за самскарат такой? Процесс обновления, процесс получения опыта. Ты живёшь, ты говоришь, я существую, только я существую. Этот мир – это моя игровая площадка, я наслаждаюсь. Опа, не тут-то было. Есть и боль, есть и удовольствие. Если есть роза, обязательно есть шипы. Если сладкое, есть и горькое. И человек идёт через синусоиду. Тепло и холодно, горько и сладко. Это больно и приятно. И этот мир – это как большая стиральная машинка. Кидаешь туда комок глины, и она там крутится, крутится и отстирывается. В этом комке глины лежит человечек. Вот это она вымывается, вымывается. Через вот этот процесс самскарат, то есть через процесс обновления. Ты проходишь опыт, болезненные переживания, приятные переживания. И вот это вот как стиральная машина тебя трёт, трёт, трёт. И потихонечку в тебе начинает появляться вот эта вот человечность. Человечность означает определение глубинной человеческой природы такое. Это значит, что желание великого, стремление к великому, обретение прибежища, погоня за великим, есть человеческая природа. И вот когда глина смылась, глина материализма смылась, и вот этот человечек-оловянный солдатик там проявился, ты уже можешь разглядывать, о, у него там рука, у него там, да? Человеческая природа начинает сиять из вот этого изначального материала, да? Она начинает пробиваться. Вот это состояние называется адвиджа. Дважды рожденный. Следующее состояние – веда-патат-бхавет-випра. Изучая веду, веды. В данном случае веды не означает писание индийское. Да, риг-веда, самоведа, яджур-веда и атарва-веда. А веда означает знание. То есть приобретая знание, изучая, как устроен материальный мир, изучая законы нравственности, законы общества, изучая духовные законы, изучая духовную философию. Что с человеком становится? Он становится просвещенным. Он становится разумным, этот человек. И он называется випра или интеллектуал. Этот человек становится интеллектуалом. И потом финальная стадия – брахма, джанати, брахмана. Познав брахму, познав высшее сознание, человек становится брахманом. Не путайте, пожалуйста. Есть в Индии была кастовая система, которую тантрики отвергают, потому что считается, чтобы достичь высшего существа, нужно развить саматабхава. Саматабхава – значит одинаковый взгляд на всё. То есть ты видишь в дереве божественное, в человеке божественное. И поэтому эта идеология, она не приемлет разделение на классовое общество. Особенно классовое общество, которое основывается на наследственной передаче титулов. По качеству, да, люди отличаются. То есть кто-то, у кого-то есть… Кто-то чисто физический человек, кто-то интеллектуальный, кто-то и духовный. По качеству, да, они отличаются. Но по факту своего рождения нельзя дискриминировать. Это неправильно, потому что в семье абсолютно может быть необразованный, может гений родиться запросто. Вот, поэтому это не означает какое-то кастовое деление. Это означает процесс эволюции. Да, ну, очевидно, что кто-то из нас более развит, кто-то менее развит. Вот, и вот в этом процессе, то есть от Шудры к Двиджи, потом к Випре и потом к Брахману, первая часть происходит при помощи чисто механических сил. Как я уже объяснил, вот эта вот стиральная машинка тебя болтает. Что за стиральная машинка? Уже объяснял в какой-то лекции, три фактора эволюции есть лекция. Там, если хотите, можете подробно посмотреть. Вкратце, это три силы эволюции. Физический конфликт или физическое взаимодействие. Просто от того, что материя так устроена, и чем сложнее материя становится, тем сильнее становится взаимодействие внутри материи, борьба сил внутри материи. И производятся более тонкие элементы. То есть факторы разума производятся. Потом второе – это психическое столкновение. В уме идет взаимодействие. Есть одна идея, есть вторая идея. Они сталкиваются, и там ум твой. Испытывали вы такое, что как голова кипит у тебя? Вот две идеи сталкиваются, и ты пытаешься понять, а какая же истинная, а какая ложная. Да, тезис, антитезис и в итоге синтез. Потом на новой стадии, это уже синтез стал тезисом, приходит антитезис, синтез. Идет процесс. И вот когда ты взаимодействуешь с высокими идеями, то каждый раз более грубая идея вступает в конфликт с более высокой идеей. И вот они борются. В результате их взаимодействия рождается новый синтез, новое понимание. Потом это приходит взаимодействие опять с высокой идеей. Опять они борются, и ты постоянно поднимаешься вверх через это взаимодействие. То есть это то, что называется такие механические силы. Но стиральная машинка работает, и глина вымывается, и вот этот человечек проявляется. И что же в этом человечке есть? А в нем проявляется любовь. В нем проявляется тоска по-непознанному. По какой-то такой необычной божественной любви. По какой-то такой трансцендентной свободе. У него возникает это стремление внутри него. Это финальный фактор эволюции. И вот на этой стадии, уже ближе к концу, ближе к эволюционному апогею, есть процессы, которые ускоряют это движение. И не только ускоряют, но абсолютно необходимы для того, чтобы дальше движение происходило. Да, вот как картошку растешь, ее посадил там, но в какой-то момент ее нужно прополоть и нужно окучить. Иначе урожай будет бедный. И вот процессы есть важные, они называются инициация. Это как прополоть и как окучить картошку, чтобы урожай получить. Нету эквивалента в русском языке, в английском языке. Есть эквивалент, например, можно сказать, посвящение. Но посвящение это значит, что тебе какие-то секреты приоткрылись. Ты стал посвященным, ты встал на новую тропу прогресса. Есть инициация. Инициация это как английское слово, и русское это калька с английского. Initiate это значит начать. То есть ты встаешь на новую тропу прогресса, начало какое-то, начало чего-то, начало новой стадии жизни, инициация. А санскритский термин дикша. И этот термин очень такой глубокий, он не передается словом ни инициацией, ни словом посвящения. Дипагьянам джато дадят курят папакшаям татха. Тасмадикшетисапракта сарватантрася самата. Дипагьянам. Дипагьянам означает свет знания. То есть вот ты как во тьме. И ты зажигаешь факел. Посредством этого факела ты видишь путь. Куда я иду? Зачем я иду? Как я иду? Почему я иду? Вот это называется дипагьяна. Абсолютно кристально ясное знание о том, что есть цель жизни, о том, как достичь этой цели жизни. Это называется дипагьяна. Да, я ещё забыл сказать. Дипагьянам. Я уже начал эту шлоку говорить, но эта шлока объясняет вторую фазу инициации. А первая фаза инициации... Ну две фазы. Первая ведическая инициация и тантрическая инициация. Вайдики-дикша и тантрики-дикша. Вот ведическая инициация, что это такое? Это когда в человеке искра проснулась и теперь он хочет познать секреты Вселенной. Теперь он хочет познать вот самую-самую суть. Он устал смотреть на эту магию в этом внешнем мире. Он устал? Помните, я в прошлом каком-то видео говорил о том, что великий маг существует и творит Вселенную, как его магическое представление. И вот если ты смотришь на магию, ты будешь видеть магию. Но если ты будешь смотреть на волшебника, ты увидишь волшебника и поймёшь все его трюки, как это всё делается. Вот когда вот это подспудное желание, в результате просто вот этого механической выработки, более тонких пластов ума внутри тебя возникло, то человек получает ведическую инициацию. Ведическая инициация, она лучше всего выражена мантрой. Ом бур буа свага тат савитур вареньям барго де вассия дьимаги дьо йона прачу даят. Вот в этой мантре говорится Ом бур буар свага, бур буар свага тат савитур вареньям бур буар свага тат савитур вареньям это пласты существования. Как говорят, на седьмом небе от счастья. Есть такая идея сапта лока или семь небес, семь уровней Вселенной. Физический уровень и потом ментальный, супраментальный там и так далее. И в итоге чистый, трансцендентный сатья лока. Вот говорят, на седьмом небе от счастья человек. И вот в этой мантре говорится Ом бур буар свага тат савитур вареньям О Создатель, сотворивший бур, бувар, свар и так далее, сотворивший все эти миры. Тат савитур вареньям О Солнце, о источник энергии, о источник пламени, достойный нашего обожания вареньям, достойный нашего обожания, достойный нашего поклонения. Барго де вася дьямаги Мы медитируем на Твое Божественное Сияние. Мы медитируем на Тебя. Дьо йона Варго де вася дьямаги Дьо йона Прочу даят. Исполнись благосклонности, соедини наш ум с путем высшего блага. Веди нас по пути высшего блага. Вот такая идея. То есть человек учится через ведическую инициацию просить Бога о том, чтобы открыл ему секреты Вселенной, чтобы дал ему практические инструменты для познания Его. Он говорит, о высший маг, раскрою мне свою магию, раскрою мне секреты своей магии, покажись, выйди из этой ширмы, я хочу познакомиться с тобой, я хочу увидеть тебя. Вот это дух ведической инициации. И он вырабатывает это ощущение. То есть в первую очередь, что важно, какой финальный продукт этой ведической дикши? Чувство. Какое чувство? Я существую, только я существую. Гордыня по максимуму. Этот мир для меня, я тут играюсь, я молодец, я господин этого мира, я контролирую. гордыня идёт, потом крутится стиралка, стиральная машина крутится, крутится, там долгая программа стоит у ней. И ты такой, может мне кто-нибудь поможет, я что-то не справляюсь. Он говорит, я существую и ты существуешь. Вторая реализация. Но ты существуешь как бы для меня. То есть я тут главный. А ты мне что-нибудь помогаешь, я тебе что-нибудь заказываю, какие-нибудь желания, ты мне это всё исполняешь. А крутится дальше. Тарахтит машинка. И ты говоришь, не-не-не-не, ты существуешь. И я существую. Вот эта реализация, это как раз перед началом инициации происходит. Потому что ты понимаешь, что я со своей гордыней, я со своим ограниченным знанием, сколько я пытался, сколько я старался быть счастливым, но почему-то я всё равно чувствую себя несчастным и обделённым. Где же секрет? Где же секрет существования? Кто мне откроет этот секрет существования? Это главный секрет жизни. Наверное, кто это всё придумал, он и откроет мне этот секрет. И тогда я начинаю просить, я говорю, о высшее сознание, о высший волшебник. Открой мне секреты свои, веди меня по пути моего блага. Я не знаю, что есть благо для меня, но ты знаешь, что есть для меня благо. И вырабатывается вот это чувство самоотдачи, чувство того, что я готов довериться, я готов пойти за Высшим. Я об этом его прошу. По факту чего ты просишь? По факту ты просишь о тантрической дикше. То есть тантрическая дикше – это и есть открытие секретов. И вот я начал говорить уже. Дипагьянам джато. Первая фаза – ди. Дипагьянам. Дипагьянам джато – это значит чёткое, ясное знание. Что есть цель жизни? Как к этой цели прийти? Чёткий механизм, процесс, техника, практика. Вот так. Делай вот так – придёшь. Это называется дипагьянам джато. Это и идеологически, в том смысле, что я понимаю, что цель жизни, она бесконечна. Сколько мне счастья нужно? Столько? Ты придёшь к Богу и говоришь, дай счастья. Кто говорит, не вопрос. А сколько надо? Столько? 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 Ты говоришь, вот столько. Почему? Потому что наша природа такая. Поэтому, чтобы достичь бесконечного счастья, твой разум должен стать бесконечным. Иначе маленьким глазом ты не сможешь рассмотреть всю картину большую. Какой бы прекрасной вселенная ни была, если мой разум очень маленький, я не смогу её объять. А чтобы мне мой разум расширить, мне нужно медитировать на того, кто бесконечен. Вот. То есть это идеологическое понимание, что является целью моей жизни, что действительно утолит вот эту жажду внутри меня. У меня есть жажда бесконечности. Я понял это. И что же утолить эту жажду? Разве можно заполнить эту бесконечную потребность и бесконечную пустоту, закинув туда пару машин, пару домов, там ещё что-нибудь? Разве она заполнится? Она не заполнится. Поэтому я понимаю, что для вот этой заполнения этой бесконечной потребности нужна мне бесконечная сущность. Вот. Это идеологическая часть. Другая часть – это практическая. Ну да, я понял, что мне нужно высшее сознание достичь. Но как же мне прийти к высшему сознанию? Каким же образом? Что мне конкретно делать? Как вот люди про третий глаз, да? Видео я снял. И мне-то кажется, что всё же я вообще там супер просто говорю и всё очевидно. А возмущённые люди пишут. И где? Как мне этот третий глаз открыть? Чё-то ничего не понял. Потратил час времени своего. Зря. Так вот, да. Это в процессе тантрической дикши. Кристально ясный процесс. Как вести ум от материализма к духовности? Это первая часть. Вторая часть – это дадьят курият папах шаям тата. Это значит, что процесс, который даёт тебя, инициирует сжигание кармы, сжигание папа. Да, папа значит на санскрите, значит грех. То есть действие антисоциальное, действие, в котором ты нанёс вред кому-то. Называется папа. Это действие. Как только ты совершил такое действие, оно садится как реакция, то есть действие и противодействие. Ты совершаешь что-то во внешний мир, одновременно ты изменяешь форму своего разума. И вот изменённое твоё состояние разума в результате… Твоя изменённая душа, поцарапанная душа в результате какого-то действия негативного, она как затуманена и вынуждает тебя жить согласно определённой программе для того, чтобы ты искупал эту боль, которую ты причинил в мир. Например, люди… Вот у них есть определённые программы, да? Вот человек женится, скажем, один раз, потом второй раз, потом третий раз. И в каждом браке одна и та же ситуация возникает. Почему? Потому что он… Это он. Это дело не в партнёре. Это дело в нём. Но что он делает неправильно, он понять не может. Он понять не может, потому что его сознание замутняет, как облако, как туман, замутняет последствия его предыдущих действий. И он долго очень может этот груз нести. Он долго не развивается, этот человек. Поэтому, чтобы он начал развиваться, нужно этот туман рассеять. Карму нужно эту убрать, искупить её, выжечь её. И вот, дадят курият папа к шаям тата. Это значит, папа, грех к шаям, значит, убывание. Убывание, истончение, исчезновение. Исчезновение грехов. Процесс исчезновения грехов. Это как, вот смотрите, есть зёрна пшеницы. Если ты эти зёрна прожаришь, они потом не прорастут. Непрожаренные зёрна можно посадить, и из них вырастет сначала 10 зёрен пшеницы, из 10 вырастет 100, из 100 вырастет 1000 и так далее. И потом там целые грузовики этой пшеницы будут из одного зёрнышка. Подобно этому мы сделали что-то в прошлом. Это сидит сегодня как импульс. Например, я зашёл в магазин, мне нахамили, а я в ответ тоже там человека, да ещё в два раза больше нахамил. То есть я пришёл искупать свою самскару, но так как зерно не сожжено, так как мой ум не обознан, не дисциплинирован и не познал более высокий вкус, он срывается обратно вот на этот уровень и садит новую самскару. Из одной может 2, 10, 20 получиться. И уже потом в итоге целое поле цветёт твоей кармы, и ты уже души, это из одного зёрнышка получилось. Вот одно действие сделаешь, из него может потом много-много-много негативных действий выйти. То есть она идёт такой, переработка кармы твоей, одну отработал, новую зарабатываешь. И вот процесс, который прожигает, то есть постепенно он сжигает эти зёрна, то есть он их даёт тебе такую степень осознанности, что ты даже с провокацией сталкиваясь, ты на эту провокацию реагируешь не так, как бы среагировал раньше, да? А ты просто реагируешь на... Окей, ладно, хорошо, надо просто эту боль сглотить и на этом остановиться. Да, не мстить, не там пытаться что-то вот... буйствовать, да, и новую карму создавать, а просто принять это и возвыситься. И, то есть процесс, который запускает вот это уничтожение кармы, очищение твоего ума от кармы, так бы ты всю жизнь страдал. Вот не понимаешь, ну чего мне не везёт, почему у этого семья, у этого семья, у этого семья, у меня, а я что? Что-то в голове там, не понимаю, что же там у меня в голове. И вот когда идёт процесс быстрого развития человека, то есть он может за несколько лет, он может так эволюционировать и так измениться, что, может быть, ему бы и жизни 2, и 3 не хватило для осознания вот этого. Потому что естественный процесс, он медленный. Вот. А под влиянием инициации он очень-очень быстро эволюционирует. Поэтому это не просто знание о том, как двигаться по пути, но это ещё и то, что помогает тебе реально двигаться по пути, то, что вот убирает. Да, вот если бы у тебя забрызгало лобовое стекло грязью, ну ты ничего не видишь, едешь там по приборам, что называется. Тебе нужно прочистить для того, чтобы ты видел путь, чтобы ясность вот эта пришла. Одно дело понимать, то есть вот люди приходят во время инициации. Он, да, он слушает, но он не понимает, он не может понять. Многие люди, вот они, когда приходят на проверку урока, да, там через полгода, через год, они говорят, да, ты этого не говорил. Я говорю, ну, всё может быть, но, скорее всего, я это говорил. Но ты не мог слышать тогда. У тебя не было возможности, у тебя вот не было протёрто. А сейчас, благодаря тому, что ты делаешь практику, благодаря тому, что ты получил этот импульс духовный, у тебя как бы пелена с глаз уходит. И поэтому, когда ты слушаешь сейчас то, что я тебе говорю, для тебя это, о, вау, манна небесная, круто как! Так оно всегда там было. Но ты это не мог фиксировать. Она всегда, духовность, она вот, она всегда здесь. Но ты не мог это фиксировать. Почему? Потому что, всё, глаза закрыты. И вот инициация, вот эти две вещи. Тасмадикшетти сапракта, сарва-тантраси-самата. Это есть инициация. И все тантры соглашаются на этом. Что это необходимый процесс. И что вот эти две вещи должны там быть. Можно ещё разобрать. Так, можно сказать, что идёт первое дипагьяна, свет знания. То есть объяснение так, как вести ум от материальной сферы, то есть от внешнего мира, от своего тела, от своих мыслей и в духовную сферу. То есть этот процесс, от адипагьяна. Потом мантра агат. Мантра агат, значит, удар мантры. Мантра должна быть так дана тебе, личная мантра имеется в виду, которая будет взаимодействовать, приходить с твоей спящей божественностью. Спящая божественность в основании позвоночника, когда она поднимается вверх, тогда просветление наступает, тогда сознание проясняется, и тогда ты переживаешь более высокие пласты существования, более высокое блаженство переживаешь. Это связано с пробуждением и подъёмом этой силы. Мантра агат – звук. Звук мантры должен быть таким, чтобы у него был этот потенциал, у него была эта возможность среагировать, войти в взаимодействие с вот этой божественной силой, божественным потенциалом, который есть внутри тебя, и разбудить его. И потом мантра чайтанья. Мантра чайтанья означает сознание мантры. Это означает, с одной стороны, понимание смысла мантры, то есть не просто звук. Звук – это могущественная вещь, которая пробуждает, но ещё не двигает вверх. Нужно, чтобы что-то тянуло вверх. И вот что тянет вверх – это мантра чайтанья, идеация, осознание. И милость гуру. То есть ты получаешь мантру не просто от кого-то, ты получаешь мантру от реализованного существа. Через посредство ачарьи, либо напрямую, обычно через ачарью, но ты получаешь мантру от гуру. То есть твоя линия преемственности идёт от божественного существа. И вот по этой линии преемственности энергия передаётся. И благодаря этой энергии мантра живая. Благодаря этой энергии она способна, у неё есть эта возможность поднимать твою спящую божественность. И дальше ты, прилагая сверхусилия, ты заставляешь её двигаться вверх. И по мере того, как она движется вверх, твои оковы спадают, сознание освобождается, сознание становится просветлённым. Поэтому это такой важный процесс на духовном пути. Дикша называется. Его можно получить, когда ты созрел, когда внутри тебя очень сильное желание. Я хочу идти по духовному пути, и это на всю жизнь. Я не буду там метаться, прыгать куда-то. Я вот встал на путь, я буду идти. Когда вот это внутреннее такое намерение сильное сформировалось, ты это почувствуешь внутри себя. То есть в какой-то день ты проснёшься и скажешь, я знаю одного парня. Он говорит, да вот у меня, где-то по соседству был центр медитации. Я ходил, ходил мимо. И потом, где-то я, ну я даже познакомился с ними, там у меня телефон их был. В какой-то момент я просыпаюсь ночью в час ночи, и я говорю, да на, сейчас, сейчас, это должно произойти сейчас. Вот надо всё, не знаю. И я, говорит, ну сквозь стыд, сквозь стеснение я позвонил Даде, который был в этом йога-центре, в медитационном центре. И он говорит, ты чё, это за ночь-то? Он говорит, нет, Дада, вообще вопрос жизни и смерти, давай. Ну в итоге, тот ему дал инициацию. Вот так делать не надо, пожалуйста. Так не надо делать. Но вот тогда тот момент какого-то, ты внутри своём сердце ощущаешь, да, время пришло, я готов, я готов идти по духовному пути. И всё, и начинаешь. Вот это первая точка вот этой финальной, финишной прямой твоей эволюции. Ну не знаю, сколько это жизни займёт, одну, две, три, там, как будешь стараться. Ну это финишная прямая. Это вот брахма-джанати-брахмана. Познав брахму, ты становишься брахманом. Вот так. И я связываю это, то есть для человека вот с момента, когда ты дошёл до этого состояния, сначала ведическая, да, дикша. Ну я знаю некоторых людей, они пели мантру там ом бурбуа слага. Многие люди, они практикуют, как я научил, Баба Нам Кевалам, да. То есть это по сути, Баба Нам Кевалам, это фактически ведическая дикша с маленькой примесью, тантрическая дикша. Вот. И они делают, 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 потом у них вырабатывают за желание. Хочу, хочу тантрическую дикшу. И всё. Ведическая дикша. Сначала этот, как это называется, стиральная машина, потом ведическая дикша, потом тантрическая дикша, бесконечность. Вот такое. Такое понимание я сегодня постарался раскрыть. Дикша дипани, папакшаям. Свет знания и исчезновение грехов. То есть исчезновение вот этих вот туманов, которые нашу голову застилает и не позволяет нам развиваться, не позволяет нам видеть истину. Поэтому во время, после инициации очень быстрое изменение происходит. Человек очень быстро эволюционирует. Вот. Это и интеллектуальное развитие происходит, и духовное развитие происходит на всех уровнях. Вот. Конечно, зависит от искренности твоей. Если ты обормот, да, глубинно, то и не делаешь, да. То есть дикша это только импульс. Это как пламя, да, вот спичка подожжена, но надо туда поддерживать этот отгонь. Нужно подкладывать дровишек, и тогда костёр будет гореть. Вот. А если это просто, раз она может и потухнуть в итоге. Ну вот, такая тема. Намаскар. Я благодарю всех, кто помогает нашему проекту. Именно поэтому он растёт и развивается. Для того, чтобы поддержать уроки медитации, переходите по ссылке в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok